Приветствую вас, уважаемые зрители! В этом обзоре мы рассмотрим способ наградного представления информации в Excel в виде построения диаграмм. Для создания диаграммы нам понадобится таблица с данными. В нашем случае она у нас уже создана. Это два столбца. Первый столбец это кварталы, второй это суммы. Для создания диаграммы выделяем область значений, которые необходимо представить в виде диаграммы. Выделили. На вкладке вставка выбираем тип диаграммы или воспользуемся вкладкой рекомендуемые диаграммы. Вставка. Выберем рекомендуемые диаграммы. Выберем первую гистограмму с группировкой. Нажимаем кнопку ОК. Мы уже получили нашу гистограмму. Теперь нам необходимо изменить внешний вид нашей гистограммы. Выбираем стиль. Также необходимо изменить название. Пускай это будет итоговые суммы. Еще нам необходимо задать название осей и подписи данных. Название осей здесь нам надо задать кварталы. Здесь суммы. Все. Наша гистограмма готова. Теперь давайте рассмотрим вопрос, как добавить новые данные в уже существующую диаграмму. Создадим новый столбец с названием LAN. Добавим значение в новый столбец. Копируем значение с названием столбца в буфер обмена. Нажимаем Ctrl-C. Значения скопированы. Выделяем нашу диаграмму, уже существующую. Нажимаем Ctrl-V. Добавляем значение из буфера обмена. Наши данные подтянулись в нашу диаграмму. Единственное, давайте добавим легенду в нашу диаграмму. Чтобы наглядно было видно, что за значение. То есть мы видим, что первое значение это план, плановые. Второе значение это просто суммы у нас в данном случае. Теперь мы четко видим, что это за значение. Следующий вопрос. Как сделать диаграмму в процентах в Excel? Поставлять информацию в процентах лучше всего именно в круговой диаграмме. Выделяем нашу таблицу. Переходим в меню вставка. Выбираем сразу круговая диаграмма. Объемная круговая диаграмма. Сразу выберем в стилях именно процентный вывод. Мы получаем такую диаграмму, где наглядно видно соотношение товаров к процентам. Но так как у нас есть товары, где показаны очень маленькие показатели процентов. Мы их выделим в отдельную диаграмму. Для этого вернемся в меню вставка. Круговые диаграммы. Вторичная круговая диаграмма. Перейдем в формат ряда данных. Выберем раздел ряда процент. И значение меньше 10%. Теперь все товары, которые имеют значение меньше 10%. Будут изображаться у нас во второй диаграмме. Также можно в стилях выбрать более наглядный пример. Где сразу с подписями изображается процентное соотношение. Мы видим, что у нас в основной диаграмме есть раздел другой. 12%. И именно в этот раздел уже были отнесены папки 8%, точилки 2% и пеналы 3%. Далее мы рассмотрим построение диаграммы Ганта в Excel. Диаграмма Ганта это способ представления информации в виде столбцов для иллюстрации многоэтапного мероприятия. Это довольно красивый и несложный прием. Для построения диаграммы Ганта необходимо выбрать условное форматирование в разделе главное. Выбираем создать правило. Использовать формулу для определения форматируемых ячеек. Необходимо нам прописать правило. Воспользуемся функцией PIT. Если эта дата больше либо равна дате начала запятой наша начальная дата меньше либо равна конечной дате также нам необходимо выбрать формат. В нашем случае мы ставим залив красный цвет. Нажимаем ОК теперь протягиваем по горизонтали и по вертикали. Наша диаграмма Ганта готова. Вы можете видеть, что на отчет номер 1 один день на сдачу 1 0 1 20 на отчет номер 2 2 дня на сдачу отчет номер 3 5 дней 1 2 3 4 5 и отчет номер 4 1 день диаграмма Ганта готова. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, дизлайки. Пишите комментарии. Всем всего, всего и побольше. Пока. Продолжение следует...